Добрый день, еще раз. Добрый день, еще раз. Видно экран? Видно. Так, продолжаем нашу лекцию. Знакомимся еще с одними облигатными паразитами, это рикетсиями. Род рикетсия довольно-таки интересный род, обладает своими свойствами. Рикетсия объявляется в первую очередь, конечно же, облигатными триклеточными паразитами. Они не способны к росту на бесклеточных питательных средах. Их биология связана с паразитизмом. Именно у членистоногих, это клещи, вши, блохи. Они имеют ряд особенностей, как в строении, размножении, также в биохимических, генетических характеристиках. Вызываемые рикетсиями заболевания, они характеризуются своеобразием клиники и эпидемиологии. Морфология рикетсия. Мелкие плеаморфные микроорганизмы. Чаще всего это короткие палочки. Жгутиков нет. Есть фимбрия. Капсул нет, но есть внешний слой аморфного материала. Также граммоотрицательные. Но опять-таки не окрашиваются они линовыми красителями. Мы применяем для окрашивания карболовый фуксин. При этом сами рикетсия окрашиваются в такой красный рубиновый цвет. А клетка хозяина, как видно на слайде, эпителиальные клетки окрашиваются в синий, в голубой такой цвет при дополнительном окрашивании. Размножаются рикетсия с помощью бинарного деления. Не растут они на классических таких питательных средах. Их культивируют. Культивируют как в желточном мешке, так и в некоторых линиях клеток членистоногих или млекопитающих. Факторы патогенности у рикетсия к ним относятся это фимбрия, пили, липополисахариды клеточной стенки и фосфолипаза. Самое главное, что при рикетсиозах поражаются высокоспециализированные клетки. Это эритроциты, макрофаги, эндотели. Отсюда и такая серьезная клиническая картина, которая свойственна рикетсиозам всем. Вообще рикетсиозы – это целая огромная группа трансмиссивных острых лихорадочных инфекционных заболеваний, которые вызываются такими своеобразными внутриклеточными паразитами, как рикетсия. Все рикетсиозы являются трансмиссивными болезнями. Как правило, выделяют шесть таких групп больших – группа сыпного тифа, эпидемический, эндемический, группа клещевых лихорадок. Кроме того, отдельно выделяют лихорадку цицу-гармуши, ку-лихорадку и, конечно же, рикетсиозы животных. Для всех рикетсиозов характерный резервуар – это рикетси – могут жить в организме грызунов или рогатроскота. А вот переносчиками являются членистоногие, головные или плотяные вши, клещи. В организм человека, как правило, они попадают через кожу при присасывании или же при расчесывании на месте укуса и втирании в расчесанное место инфекционного агента. При укусе, конечно же, происходит впрыскивание возбудителя в кровь или же раздражающего агента, который вызывает такой зуд. Все рикетсиозные заболевания мы делим на две большие группы. Это антропонозные, где возбудители переносятся плотяными или головными вшами. И источник, где заболевание является непосредственно человек. И зоонозные, которые переносятся укусами клещей, и где источник инфекции – грызуны или мелкий рогатый скот. В данном случае мы с вами будем знакомиться с антропонозными инфекциями. Это цепной тиф и болезнь брила-цинстера, спрадический цепной тиф, где возбудителем является рикетсиопроводчика. В данном случае источник инфекции – больной человек или носитель. А переносчиком здесь в данном случае выступают плотяная или головная вошь. Такие инфекции, как эндемические зоонозы с природной очаговостью, такие эпизоотия, как кулихорадка, клещевой рикетсиоз, крысинный цепной тиф, лихорадка циоцугамоша. С ними мы знакомиться близко не будем, но тем не менее у всех рикетсиозов есть общие черты, которые свойственны для данной бактерии. То есть патогенез довольно-таки общий. В общем патогенезе, связанном с рикетсиозами, конечно же входными воротами является кожа в месте укуса и распространяется рикетси гематогенным путем. Кроме того, рикетси размножаются в эндотели капилляров. Это все приводит к развитию такого гранулематозного воскулита, который сопровождается затем уже тромбозом. В сочетании именно эндотоксинами, которые выделяют рикетси, вызывается значительное нарушение центральной нервной системы и расстройство кровообращения. Все рикетсиозы клинически являются остро протекающими заболеваниями с выраженной интоксикацией и часто такими тифозными состояниями. Они характеризуются симптомы комплексом, где поражается центральная нервная система и сердечно-сосудистая система. Ярким таким пятном, можно сказать, это наличие такой экзантемы. Более подробно мы остановимся с вами на сыпном тифе. Возбудитель сыпного тифа как раз-таки рикетси опроводчика. Основной механизм заражения трансмиссивный, через вшей. И рикетси, если мы вообще посмотрим весь патогенез попадания рикетси в человека, то увидим, что рикетси сначала попадает в пищеварительный аппарат самой вши. То есть вша пьет кровь у человека, рикетси попадает в пищеварительный аппарат вши, здесь размножаются в эпителиальных клетках рикетси. Далее они попадают в просвет кишечника и в фекалии вшей. Далее вши при укусе уже вожь сама непосредственно человека впрыскивает в кожу такие ферментные вещества, которые вызывают зуд. Рикетси через повреждение кожи, вследствие уже втирания, то есть мы расчесываем вот этот зуд у нас возникает, мы расчесываем место укуса и втираем те самые фекалии, в которых большое количество присутствует уже рикетси. Рикетси попадают через как раз-таки расчесанную зону, то есть место укуса в кровь. Здесь они вокруг уже пораженных сосудов возникает такая очаговая клеточная полиферация, скопление так называемых полиморфных клеточных элементов и макрофагов, поскольку пытаются как раз-таки заблокировать наши с вами макрофаги рикетси. И формируется так называемая специфическая гранулема. И вот эта гранулема далее оказывает воздействие, то есть на сосуды образуются тромбы. Конечно же, если мы дальше пойдем по схеме, то вся дальнейшая картина будет связана именно с образованием тромбов, с поражением кровеносных сосудов. Что важно помнить, что рикетси, поскольку это внутриклеточные паразиты, которые могут терять свою вирулентность в какие-то такие периоды, рикетси могут длительно сохраняться в организме, в части именно людей, переболевших с цепным тифом. Именно сохраняются они в лимфатических узлах и было открыто то, что возможны именно рецидивы данного заболевания у ряда людей. И данную болезнь назвали брила-цинцнера. То есть болезнь именно брила-цинцнера – это болезнь, рецидив именно сыпного тифа. За счет способности рикетси сохраняться в лимфатических узлах длительное время. Были проведены исследования и были доказаны случаи, когда возникновение болезни брила-цинцнера произошло уже через 20 лет после перенесения заболевания сыпного тифа. То есть рикетси в течение 20 лет, сохраняясь в организме, не теряют своей активности. И при снижении иммунной системы до сих пор, правда, еще непонятно, что является толчком для возбуждения этого заболевания. Но, тем не менее, было показано, что через 20 лет возможны как раз-таки рецидивы и, возможно, проявление именно болезни брила-цинцнера, которая является рецидивом заболевания сыпного тифа. Здесь на данном слайде вы можете увидеть именно укус на коже клещами, характерные экзантемы, которые присутствуют у пациентов. Например, группа пятнистых лихорадок. У них свои, так называемые, экзантемы. Вы видите, да, крупные такие красные папулы. В данном случае экзантема у пятнистых лихорадок, скалистых гор. Профилактика данных заболеваний. Неспецифическая профилактика – это, в первую очередь, уничтожение переносчиков шеи, блох и клещей. Наиболее эффективным способом является дезинфекция. Ой, дезинфекция, извините. Устранение условий для контакта с ними – это же, конечно же, периодические осмотры на педикулез, на носительство клещей, ношение клещезащитной одежды и многие другие. В общем-то, специфическая профилактика в данном случае разработана. Разработаны живые и инактивированные вакцины против сыпного тифа, пятнистых лихорадок и скалистых гор. Лечение тоже, применение антибиотиков, тетрациклин или доксициклин. И на этом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова...